Внешняя политика Екатерины была весьма противоречивой. С одной стороны, императрица понимала национальные интересы России и, в общем-то, действовала в соответствии с этими национальными интересами. С другой стороны, есть вещи, которые, мне кажется, она совершенно напрасно предпринимала, увлекшись этим расширением границ. Об этом историки спорят, но мы можем просто констатировать, какие же основные задачи во внешней политике она ставила и насколько ей удалось их решить. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, первая и, конечно, такая историческая задача – это выход к морю, к Южному, к Черному и дальше через проливы выход к Средиземному морю. Это действительно соответствовало национальным интересам России. Когда эта проблема была решена, Россия получила возможность вести активную южную торговлю, торговлю хлебом через южные порты. И, в конечном счете, это очень позитивно сказалось на развитии нашей экономики. Но процесс этот был, конечно, длинный и трудный для России. Началось это все в 1768 году, первая русско-турецкая война. Надо сказать, что Екатерина вообще во всех отношениях была женщина достаточно мудрая. И в военном деле она, конечно, не была специалистом, но она разбиралась в людях. И она умела найти, поддержать, открыть дорогу талантливым людям во всех сферах, в том числе и военной. И вот одним из таких замечательных людей был Петр Александрович Румянцев, знаменитый наш полководец. И вот в первой русско-турецкой войне, первой при Екатерине, то есть войне, которая началась с 768-го, завершилась кучок-энаджийским миром в 1774 году, в этой войне блестяще проявил себя Румянцев. Блестящие победы одержал над турками – это битва при Ларге, битва при Кагуле, 1770 год, битва в урочище Рибая могила. Первая русско-турецкая война была успешной. По условиям кучок-энаджийского мира было принято следующее положение, очень важное для перспективы, что крымское ханство не является частью Турции, что оно как бы само по себе, оно не является ни частью России, ни частью Турции. Это было очень важно, потому что Крым – это была такая заноза, понимаете, на южном направлении нашей политики. У нас с Крымом были старые, что называется, счеты, потому что крымское ханство было по своему устройству агрессивным. Они жили в основном за счет набегов на южные земли России и на южные земли польско-литовского государства. И вот в этом отношении, конечно, крымское ханство должно было быть ликвидировано, и это была справедливая, в общем-то, война. Но для того, чтобы присоединить Крым к России, нужно было сделать целый ряд сложных дипломатических маневров, потому что никто не хотел усиления России в этом регионе. Крым, Турция, они получали помощь от французов. Ну, знаменитые крепости, тот же Хатин был построен французскими инженерами, которые активно работали в Турции. Поэтому здесь Екатерине пришлось применять свое дипломатическое искусство. Ну и, конечно, в этой борьбе за Крым огромную роль сыграл знаменитый Григорий Александрович Потемкин. Григорий Александрович Потемкин был человеком противоречивым. С одной стороны, он был сиборит, он порой впадал в какую-то полную бездеятельность, он любил удовольствие, он очень любил всякую роскошь. Одним словом, пороков было достаточно. Но, с другой стороны, это был человек большого аналитического ума. Человек, о котором Екатерина сказала, Потемкина купить нельзя. Он был фаворитом Екатерины в 70-е годы. Так вот, Потемкин организовал в Крыму две противостоящие партии. Партия, которая ориентировалась на Москву, и партия, которая ориентировалась на Турцию. Борьба между этими партиями шла самая, что ни на есть свирепая. В конце концов, одна из этих партий, та, которая ориентировалась на Москву, она обратилась к Екатерине с просьбой принять Крым под свое крыло. Ну и ясно было, что это необходимо сделать, потому что иначе это будет бесконечная борьба. С юга подпитывается Крым Турцией, а Турция подпитывается Францией. Поэтому, воспользовавшись вот этой вот просьбой крымской аристократии, Екатерина в 1783 году издала указ о включении Крыма под названием Таврическая губерния, включении Крыма в состав Российской империи. Это вызвало, конечно, возмущение в Европе. Она, конечно, рисковала здесь, но Потемкин ей поддержку мощную очень оказывал своими дипломатическими способностями. Ну и плюс к этому еще был Александр Васильевич Суворов, который блестящую роль сыграл в этой борьбе. Суворов был таким, знаете, мечом Екатерины. Когда нужно было где-то проявить военную силу, то она обращалась к Суворову. И мы знаем, что это был человек, который не терпел ни одного поражения. Собственно говоря, присоединение Крыма – это во многом заслуга Суворова. Он, в частности, нашел вот ту Ахтярскую бухту, в которой потом родился Черноморский флот. Суворов был человеком потрясающих, конечно, военных дарований. И вот он работал там вместе с Потемкиным. У них были у обоих сложные характеры, но там, где речь шла об интересах России, об интересах дела, они умели договариваться. Так вот, первая русско-турецкая война была успешной, но борьба, конечно, на этом не закончилась, потому что борьба за Крым прирастает в борьбу с Турцией. Борьба с Турцией связана была с борьбой за Польшу. Там был такой узел противоречий. И вот вторая русско-турецкая война началась в 1787 году, закончилась в 1791. Поводом для начала этой войны была поездка Екатерины в Крым. Ну и в Турции все пришли в ярость, во Франции все пришли в ярость. И это стало поводом, потребовали, чтобы Екатерина отказалась от этих поездок, она ничего не ответила. Ну и вот началась Вторая русско-турецкая война. Война, конечно, связанная прежде всего с именем Александра Васильевича Суворова. Здесь был целый ряд его блестящих побед. Факшаны, римники, ну и взятие Измаила. Взятие Измаила – это вообще одно из, как говорится, чудес в истории русской военной мысли, русской армии, когда неприступная крепость была Суворовым взята стремительным ударом и точным расчетом. Катастрофа для Турции, потому что после этого уже говорить было не о чем, нужно было срочно подписывать мирный договор. И вот был подписан Ядский мир 1791 года, и таким образом мы решили эту южную проблему. Оставалась, конечно, проблема Кавказа, потому что Кавказ – это ведь тоже связано с Турцией. И нам важно было контролировать Кавказ и Закавказье, чтобы Турция не могла нанести нам удар оттуда. В 1783 году был подписан знаменитый Георгиевский трактат, который регулировал, так сказать, отношения между Россией и Грузией. Грузия в это время состояла из нескольких самостоятельных царств. Картлигохитинское царство стало проситься под руку России. Кроме того, была Эмиретия, была Менгрелия. Ну и вот одно за другим эти царства стали входить в состав России. Почему? Потому что для грузин, христиан, православных, быть в составе России гораздо было удобнее и, так сказать, естественнее, чем находиться под постоянной угрозой нападения либо турок, либо персов, потому что там же Иран тоже выходил на наше Закавказье. И вот хорошо, значит, решили они в 783 году Георгиевским трактатом, что Россия берет Грузию под свое покровительство. Но возникал вопрос, как Россия может это практически осуществить, потому что там же не было наших войск, не было дороги. Вообще Кавказ как вот каменная стена. Значит, нужно было построить дорогу. И вот грандиозный по тем временам проект постройка военно-грузинской дороги. Это все велось под непосредственным наблюдением того же Потемкина, который постоянно следил за тем, как идут работы и все прочее. И вот строили, начиная с 1784 года, то есть на следующий год после Георгиевского трактата начались работы, и до 1799. В общей сложности 15 лет велось строительство. Но когда эту дорогу построили, первыми по ней, конечно, пошли солдаты. Наши солдаты пришли в Грузию, и тогда уже можно было говорить о том, что мы реально, действительно, Грузии можем обеспечить протекторат. Но логика этого процесса состояла в том, что Россия должна была иметь всю территорию между Каспийским морем и Черным. То есть это и территория современной Грузии, и территория современной Армении, и современного Азербайджана. И вот несколько десятилетий после этого Россия ведет эту борьбу, борьбу, которую она должна была вести в соответствии со своими национальными интересами. Эти территории одна за другой присоединяются к России. И, в общем-то, для народов Закавказья вхождение в состав России было, безусловно, оптимальным вариантом исторического развития. Россия старалась дать им свою культуру. Русская цивилизация – это для Закавказья был шаг вперед. Это была продвинутая, так сказать, цивилизация. Не говоря уже о том, что Россия не предпринимала никаких преследований по религиозным мотивам. Россия была очень толерантна, как сейчас говорят, то есть терпелива по отношению к другим религиям. Азербайджан – ислам, пожалуйста, пусть будет ислам. Армяне – другой вариант христианства, монофизиты, пожалуйста, пусть будут монофизиты. То есть Россия здесь вела мудрую политику, которая позволяла существовать империи. Империя – это мир и порядок. А мир и порядок достигаются одинаковым отношением ко всем народам, к разным народам. Ну, самый тяжелый, конечно, вопрос – это Польша. Польша – это для России вечная боль. Ну, чтобы не впадать в детали, скажу, что три раздела Польши. Вопреки, кстати, мнению Екатерины. Екатерина не хотела этих разделов. Она считала, что нам выгоднее иметь дружественную нам Польшу, как бы щитом, прикрывающим нас от нападения с Запада. Но была заинтересована Австрия, была заинтересована Пруссия. И в итоге России было сказано, что если она не будет участвовать в разделах, то разделят без нее. Все, просто возьмут то, что ей могло бы принадлежать, и она ничего не получит. И вот уже перед этой перспективой Екатерина уступила. Первый раздел Польши был в 1772 году, второй – в 1793. Потом было восстание Костюшка. Конечно, польские патриоты были, так сказать, возмущены всем этим, но восстание Костюшки было подавлено. В 1795-м произошел третий раздел Польши. В результате трех разделов Польши к России отошла, ну, если грубо говорить, это территория современной Западной Украины, современной Белоруссии, современной Литвы, часть современной Латвии. Вот это вот то, что мы получили по трем разделам Польши. В целом, можно сказать, что внешняя политика Екатерины была, безусловно, успешной. Можно только спорить о том, стоит ли цена приобретения того или иного региона, того или иного пространства, стоит ли цена, затраченная на это, и которую еще надо будет затратить для поддержания порядка, ну, в той же Польше, допустим, постоянные восстания, постоянное недовольство властью России. Здесь в русской внешней политике всегда были два направления. Был такой знаменитый дипломат Александр Михайлович Горчаков, который говорил, что не надо нам России идти в Среднюю Азию, не надо нам воевать в Болгарии, потому что мы больше потеряем на этом, чем приобретем, потому что Европа никогда не позволит нам слишком усилиться. Но, с другой стороны, были генералы, которые говорили, что с точки зрения военных интересов России это должно быть наше, иначе это будет Англия, иначе это будут колонии. Мы должны о себе подумать заранее. Во всяком случае, вот в этой сложной борьбе, в этой сложной игре Екатерина проявила себя, конечно, как такой гроссмейстер политической интриги, и в целом внешняя политика Екатерины была, безусловно, успешной. Редактор субтитров А.Семкин